Сейчас об этих и других событиях подробно. В Новосибирской области приостановили реализацию мусорной концессии. Напомню, проект включал в себя строительство двух мусорной перерабатывающих заводов и полигонов для складирования отходов. Как заявил глава региона, соглашение по концессии необходимо изучить тщательнее с точки зрения экологии, финансов и соблюдения федерального законодательства. Обсуждение должно идти максимально публично. Общественность должна быть широко информирована о том, как идет обсуждение, дать возможность всем принимать участие. У нас очень мало времени. Почему? Потому что федеральным законом мы поставлены во временные рамки, как и все субъекты федерации. Поэтому чем мы не находим решения, тем мы в жесткие рамки попадаем через наши органы муниципальных власти. Это к экономическим санкциям за продолжение вот такого проблемы с утилизацией, как сегодня. Если регион не успеет вовремя перейти на новую систему переработки и складирования отходов, потери бюджета могут составить полтора миллиарда рублей. Крайний срок запуска проекта – конец следующего года. В ходе общественного обсуждения концессии могут внести коррективы. Их учтут. Власти могут и расторгнуть соглашение, если не удастся достичь договоренности с инвестором. Напомню, правительство региона заключило конституционное соглашение с компанией «Экология Новосибирск». По нему инвестор построит мососортировочные комплексы и полигоны в Раздольном и в Верхтуле. Технологические, финансовые, экологические и, собственно, социальные и бюджетные риски. Вот эти направления будем обсуждать. От всех ждем, безусловно, непосредственного участия, активного. Но сразу очень попрошу всех, чтобы тот, кто принимает участие, не просто говорили, что вот так не пойдет и в любом случае нельзя и так далее. А как можно, как нужно, своими конструктивными предложениями, чтобы работа была интересна, чтобы работа была на благо. Подчеркиваю, федеральный закон в сроках нас ограничивает.